Чё как, с вами Камарат Эльба Вучо. Вот и лето прошло, словно и не бывало. И как раз сегодня, по просьбе одного из своих знакомых, я освежил свою память просмотром одним кукольным мультфильмом, который, возможно, скрасит ваш вечер ледики из кружки какао. Дамы и господа, бесподобный мистер Фокс Уэса Андерсона. У кукольной анимации есть своё обаяние. Жалко, что в американской анимации оно редко используется. Если раньше в 40-х для своей анимационной агитки куклами пользовался Лоу Баннин, а в 80-х Джим Хэнсон, то сейчас к такой технике обращаются только три именитых режиссёра. Тим Бёртон, Генри Селик и Уэс Андерсон. О последнем и поговорим. Но сначала предыстория. В 2004 году режиссёр и продюсер Джо Ротт из Revolution Studios выкупает права на одноимённую детскую книгу Руальда Даля. Кроме того, на место режиссёра помимо Андерсона был указан ещё и Генри Селик, как режиссёр анимации. Но, увы, два года спустя Revolution Studios закрылась, а проект покидает Селик, посвятив своё время созданию «Королины в стране кошмаров». Таким образом, производство ушло на Фокс Анимейшн Студиос, и Уэс решил лично заняться курированием фильма, и как режиссёр, и как сценарист. На место Селика был приглашён Марк Густавсон, композитором стал Александр Деспла, а на роли помимо стандартного каста для фильмов Андерсона, таких как Билл Мюррей или Уильям Дефо, были приглашены Джордж Клуни и Мэрил Стрип, озвучивших мистера и миссис Фокс соответственно. Что же по сюжету? Узнав, что его родная супруга беременна, мистер Фокс даёт клятву, что в случае их спасения, тот прекратит промышлять разорением фермеров. Однако, через какое-то время спустя и после переезда, нашему рыжему прохвосту захотелось вспомнить былое. И вот во время третьего залёта на ферму ему это аукнулось, подвергнув опасности не только свою родню, но и своих соседей. Я могу разозлиться. Когда? Прямо сейчас. Но я... Много лет назад, когда мы были в ловушке, ты дал мне слово, что если мы выживем, ты больше не будешь красть куриц, индейок, гусей, уток, сквобов, кем бы они ни были. И я поверила. Почему? Почему ты обманул меня? Потому что я дикий зверь. Но ведь ты ещё и муж, и отец. Я пытаюсь сказать тебе правду о себе. Мне плевать на эту твою правду. Эта история слишком предсказуема. Предсказуема? И что в конце? В конце мы умрём, если не изменишься. Удалось ли Уэсу Андерсону, как творцу независимого кино, сделать доскональную экранизацию? Мой ответ — и да, и нет. Как ни парадоксально, но снявший ранее бутылочную ракету и Академию Рашмар, мистер Андерсон трепетно отнёсся к реализации этой ленты. Если книжный первоисточник на 50 страниц с иллюстрациями просто рассказывал нам историю о том, как лисы перехитрили злых фермеров, то он расширил сюжет и добавил пролог в предысторию. Заодно подарив элементы своего гардероба главному герою и наделив характерами второстепенных персов. Однако есть и свои отступления от книги. В оригинале в лисем семействе было четыре лисёнка, без какой-либо индивидуальности. В фильме оставили только Кристоферсона и Эша. А Крысу, обитавшую в кладовой одного из антагонистов, авторы сделали своеобразного гангстера. Да, и тут драматизм вели, ничего не поделаешь. По сути, вышесказанное и вовсе можно не считать за минусы. Это же анимация от Уасса Андерсона, в конце концов. Все элементы его творчества на месте. И центрирование, и тёплая световая палитра, и пейзажи художника Грэйт Миссенсдена. И даже конфликту отцов и детей здесь нашлось место. Озвучивание проходило в натуральных условиях. На природе, подвалах и чердаках. Для съёмок декораторы сделали около 120 различных декораций. И перед изготовлением миниатюрных копий, все предметы интерьера были сначала сфотографированы. Но не все вещи были такого макроскопического размера. А что касается самой анимации, то она делалась с частотой в 12 кадров, вместо стандартных 24. Всё ради того, чтобы зритель понял, что он смотрит не на компьютерную графику, а на настоящих кукол. Когда писали сценарии, создатели проводили время в Доме Даля. Многие из деталей его жизни были отображены в сюжете и в образе самого Мистера Фокса. Кроме этого, они смотрели черновые варианты книги и тетрадь с иллюстрациями, которые сделал Даль и иллюстратор Дональд Чаффин. Уасс Андерсон считает, что Мистер Фокс — это живая живописная версия самого писателя. Я хочу сказать, что мы поедим сегодня и поедим вместе, и даже при этом не особенно приятном свете. Вы, без сомнения, пять с половиной самых чудесных диких зверей, каких я встречал в своей жизни. Мы поднимем наши пакеты за наше выживание. Это очень приятная семейная картина, которая при бюджете в 40 миллионов долларов собирает 47. Короче, отбивает бюджет, но не покрывает его. Но две номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» говорят уже о многом. После выхода многие стали говорить, что Андерсон будет дальше снимать анимацию, но пока что кроме Фокса, его фильмографии есть еще и «Остров собак», снятый в 2018 году, в таком же формате и с таким же фирменным стилем. Я думаю, что Уэс Андерсон еще успеет нас порадовать очередным кукольным мультфильмом. Остается только ждать, когда это произойдет. А на сегодня у меня это все. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь роликом с друзьями, переходите по ссылкам ниже в описании. Вы также можете по желанию поддержать канал на платформе Boosty. Вот такие дела. Не скучайте! Как же жарка! Субтитры сделал DimaTorzok